Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Бешенковичское районное радио и его ведущая Катерина Субач. Как всегда в это время, мы встречаемся с вами в диапазоне ультракоротких волн на частоте 70-67 МГц. Встречаем этот день вместе. Пускай он будет наполнен положительными эмоциями, интересными встречами и исключительно добрыми новостями. В ближайшие 20 минут эфирного времени мы расскажем вам о главных новостях из жизни Республики и Придвинского края. Социальная защита. В Беларуси с ноября текущего года увеличена помощь по присмотру детей до 3 лет и детей-инвалидов. В соответствии с новой редакцией закона о государственной помощи семьям, которые воспитывают детей, с 1 января 2013 года размер ежемесячной помощи по присмотру детей в возрасте до 3 лет дифференцируется в зависимости от количества детей в семье. На первого ребенка он составляет 35% среднемесячной заработной платы работников Республики, на второго и следующих детей – 40%. Помощь на ребенка-инвалида назначается и выплачивается в размере 45% среднемесячной заработной платы, независимо от очередности рождения детей в семье. Для расчета размера этого вида помощи с 1 ноября текущего года по 31 января следующего года применяется показатель среднемесячной заработной платы за третий квартал 2015 года в размере 6 953 494 рубля. Таким образом, с ноября 2015 года по январь 2016 года размер ежемесячной помощи по трудотрудетей в возрасте до 3 лет составляет на первого ребенка 2 433 000 рубля. На второго и следующих – 2 781 000 рубля. На ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет – 3 129 000 рубля. На тему дня. Несмотря на то, что дневная температура пока держится в границах положительных значимостей, коммунальная служба района находится в режиме полной готовности к сюрпризам погоды. Как сообщил редакции директор унитарного коммунального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Бешенковичский коммунальник Игорь Георгиевич Сливец, для борьбы со снежной стихией подготовлена спецтехника. На уборке снега в зимний период планируется задействовать один пескорассыпатель и 4 единицы другой техники. Помощь в рассчитке от снежных заносов центральных улиц городского поселка окажет и филиал ДРСУ-110, с которым уже заключен договор. Коммунальная служба также позаботилась о заготовке песчано-соляной смеси для подсыпки дорог. Ее имеется 260 тонн. Предприятие обеспечено и обычным песком для подсыпки гравийных улиц. Создана бригада, на которой возложены обязанности по подсыпке, остановочных пунктов и крутых спусков. Вторсырье Наверное, у каждого из нас найдется немало старых вещей, которые хранятся лишь из-за того, что их жалко выбросить. И вот лежат они и пылятся в складовках долгие годы. Одни дороги, как память. К другим мы просто привыкли. Однако эти, казалось бы, уже совсем ненужные вещи еще могут принести пользу. Напоминаем всем жителям района об их ценности для человечества. Например, бумага, старые школьные тетради, дневники и тому подобное при правильном обращении и некоторых усилиях со стороны каждого из нас может использоваться многократно, спасая тысячи деревьев. Переработка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 тысяч литров воды, тысяча киловатт электроэнергии и предотвращает выброс 1700 килограмм СО2. Как сообщил исполняющий обязанности заместителя директора унитарного коммунального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичский коммунальник Владимир Яковлевич Прокофьев на 28 октября текущего года организации собрано 34,9 тонны макулатуры. Из них сдано 28 при плане 94. Стеклоотходов собрано 12,5 тонн, сдано 10,36. Текстиль имеется в наличии 1 тонна. Полимерных материалов при плане 10 тонн собрано 3,9, сдано 2,1. Также было собрано 31 тонна металлолома при плане 40, сдано 28,7 тонны. Цветных металлов сдано 227 килограммов, а шин 2 тонны из трех собранных. Участие каждого ценно, так как проблема отходов и нерационального потребления ресурсов планеты влияет на наше будущее самым непосредственным образом. Год молодежи Студотрядовское движение в Беларуси – это выстроенная система работы с молодежью. Именно активная государственная поддержка такой формы работы способствует повышению эффективности временной рабочей занятости молодых людей. Вот и у нас на Бешенковичине этой осенью по инициативе районного комитета общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи районного исполнительного комитета, управления райсельхозпрода, райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса. Было организовано районное соревнование по уборке сельхозкультур, картофелей, корнеплодов. Среди студенческих отрядов. На базе Ульского профессионального лицея их работало 5. По 7 человек в каждом отряде. Уборка урожая завершена. Подведены итоги рабочего семестра. Определена тройка лучших студенческих отрядов. От организаторов соревнования победители получили майки лидеров. Капитанам отрядов, которые заняли второе и третье места, вручены футбольные мячи. Актуально. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Бешенковичскому району напоминает о необходимости уплаты земельного налога и налога на недвижимость в срок не позднее 16 ноября 2015 года. Уплатить налоги можно в учреждениях банков, сельских исполнительных комитетах, либо в любом отделении почты, а также с использованием системы ЕРИП. Заместитель начальника отдела учета отчетности и взыскания платежей Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Бешенковичскому району Анна Григорьевна Бурнейко также напомнила, что в текущем году вручение извещений на уплату земельного налога и налога на недвижимость осуществляет республиканское унитарное предприятие Белпочта путем рассылки заказных писем с уведомлением. В случае, если гражданин, платящий земельного налога и налога на недвижимость по каким-либо причинам, не получил налоговое извещение на уплату причитающихся сумм налогов, рекомендуем обратиться в налоговый орган по месту нахождения недвижимости земельного участка с целью уточнения сумм налогов причитающихся к уплате, чтобы своевременно рассчитаться с бюджетом и не попасть в список должников. Более подробную информацию можно получить по телефону 4 11 46. Правопорядок. Пьянство и алкоголизм – серьезное препятствие на пути развития любого общества. По данным Всемирной организации здравоохранения, злоупотребление алкоголем находится на третьем месте среди причин смертности после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Подсчитано также, что систематическое употребление алкоголя уменьшит продолжительность жизни примерно на 15-20 лет, а лицам в нетрезвом состоянии совершаются почти 40% всех преступлений. Они же нередко являются и частыми виновниками дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, Республика Беларусь относится к группе стран с высоким уровнем потребления алкоголя, и проблемы пьянства и алкоголизма, а также наносимого этим пагубным явлением вреда, остаются для нас весьма актуальными. Поэтому профилактика злоупотребления алкоголем повсеместно признается как чрезвычайно важная задача. В каждом государстве с этим страшным злом борются разными методами. У нас крайней мерой в противостоянии ему является направление хронических алкоголиков в лечебно-трудовые профилактории. Более подробно об этой проблеме расскажет помощник прокурора Бешенковичского района Вера Викторовна Ларькова. Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 года о порядке условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них установлено, что лица, больные хроническим алкоголизмом, обязаны проходить лечение в лечебно-профилактических учреждениях органов здравоохранения, если они своим поведением, связанным с злоупотреблением алкоголем или на почве употреблением наркотических средств, систематически нарушают общественный порядок и права других лиц. Не могут быть по решению суда принудительно изолированы от 1 года до 1,5 лет в лечебно-трудовых профилакториях для их медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду. Необходимо отметить, что не подлежат направлению в лечебно-трудовой профилактории граждане, не достигшие возраста 18 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, беременные женщины, женщины, воспитывающие детей в возрасте до 1 года, инвалиды 1 и 2 групп, граждане, у которых выявлены заболевания, препятствующие их нахождению в лечебно-трудовом профилактории. Лица, привлеченные более двух раз в течение года к установленной законодательством ответственности за нарушение общественного порядка и права других лиц, совершившие эти правонарушения в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, направляется в учреждение здравоохранения для обследования и установления диагноза о хроническом алкоголизме по постановлению РОВД. Лицу, признанному хроническим алкоголиком или наркоманом, начальником РОВД объявляется официальное предупреждение о том, что в случае нарушения им в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ, в течение года общественного порядка или прав других лиц будет возбуждено ходатайство о направлении в ЛТП. Необходимо отметить, что подготовку и направление материалов, подлежащих рассмотрению в суде, осуществляет РОВД. Материалы направления лиц в ЛТП при наличии медицинского заключения рассматриваются судом по месту жительства лица, страдающего алкоголизмом, в открытом судебном заседании, с участием самого лица, в отношении которого возбуждено ходатайство, и, по его желанию, защитника, с участием обязательным прокурором. Постановление суда о направлении лица в лечебно-трудовой профилактории для медико-социальной реадаптации является основанием для его увольнения с работы для работающих. Время пребывания в лечебно-трудовом профилактории не прерывает трудового стажа и засчитывается в общий стаж работы. Из заработной платы лица, содержащегося в ЛТП, производится удержание на возмещение расходов по его содержанию, а также другие удержания в соответствии с действующим законодательством. За лицами, находящимися в ЛТП, сохраняется право на жилую площадь по их прежнему месту жительства. Необходимо отметить, что за истекший период 2015 года в лечебно-трудовой профилактории судом Бешенковического района направлено 12 граждан, из них трое женщин. Также хотелось бы отметить, что основной процент влазанной категории лиц составляют неработающие граждане, а некоторые из них ранее неоднократно проходили курс медико-социальной реадаптации в лечебно-трудовых профилакториях. Также хотелось бы заострить внимание, что в настоящее время в Бешенковической ЦРБ принимаются определенные меры по оказанию медицинской помощи гражданам, страдающим алкоголизмом. В настоящее время на учете врача-нарколога состоит 656 лиц, из них 406 с диагнозом синдром зависимости от алкоголя, 250 граждан в группе лечебно-профилактического наблюдения. За истекший период 2015 года оказана медицинская помощь 82 гражданам, в том числе пролечено стационарно – 31, амбулаторно – 20, закодировано – 31. Смазловещая цифра, которая свидетельствует о непосильной борьбе правоохранительных органов и иных субъектов профилактики, алкоголизации населения района. Хотелось бы завершить все-таки знаменательные нотки словами известного, может быть и неизвестного, московского монаха Антония Подольского, который еще в 1620 году произнес свое страстное слово о многогибельном и коварном пьянстве. По его мнению, ровно 55 напастей подстерегают пьющих. Пьянство есть отчуждение от Бога, от себя отступление, ума совращения, памяти изгнания, членами расслабления, мыслями расточения, рассудку гибель, блуда чрезмерного возбудителя, дому разорения, богатству вор, доходом моль, друг лжи, любови нож. Вряд ли кто здравомыслящий осмелится опровергнуть эти слова. Анонс. Шахматы получают все большее признание во всем мире. Они сближают людей разных возрастов и профессий. Бешенковичина не остается в стороне от данного вида спорта. Например, 6 ноября в здании, расположенном на центральном стадионе гор-поселка, второй этаж, физкультурно-спортивный клуб «Двина» разыграет кубок района по шахматам. Мероприятие запланировано на 10 часов. Более подробную информацию можно узнать по телефону 212 12 24. Минута рекламы в нашем выпуске. В жизни каждого из нас есть место радостным мгновением, юбилеи, рождение детей, крестины, годовщины бракосочетаний. Эти яркие моменты вместе с вами готовы разделить местные средства массовой информации. На страницах районной газеты «Заря» можно адресовать родным и близким самые теплые поздравления, красиво их оформить и украсить фотографии именинника. Газета и радио готовы поддержать вас и в трудную минуту, выразить соболезнования по случаю потери близкого человека, высказать слова благодарности щедрым сердцем людям. Мы с удовольствием расскажем о вашем частном деле, озвучим предложения по оказанию услуг, сообщим о купле, продаже квартир, машин и других товаров. Жизнь не стоит на месте. Местное средство массовой информации развивается из года в год, учитывая тот факт, что все больше людей предпочитают знакомиться с новостями региона в электронном виде, мы готовы и здесь разместить ваши рекламные материалы за небольшую плату. Мы рады также предложить вам свои услуги по изготовлению полиграфической продукции. В нашей типографии по вашим заказам изготовят качественно и в оптимальные сроки бланки, журналы, этикетки и другую полиграфическую продукцию по приемлемой цене. Наши услуги доступны для каждого, а расценки – одни из самых низких. Заявки принимаются по телефону 4 11 09. Дорогие друзья! Средства массовой информации района, газета «Заря» и программа «Бешенковичское районное радиовещание» изо дня в день пишут летопись нашей с вами маленькой родины. Мы рассказываем жителям района о деятельности органов государственного, местного управления и самоуправления. Информируем население о важнейших событиях в политической, экономической, социальной и культурной жизни района. Освещаем проблемы демографической безопасности и множество других. В настоящее время во всех отделениях связи принимается подписка на районку на декабрь. Мы рассчитываем на ваше понимание. Надеемся, что «Заря», как и раньше, будет долгожданной гостьей в вашем доме. Оставайтесь вместе с нами! Вот и все на сегодня. На этом программа «Бешенковичское районное радиовещание» прощается с вами. Наши контактные телефоны 41773 41109. А я желаю вам удачного дня и хорошего настроения. До встречи в следующем эфире! До встречи в следующем эфире!